Его любимым высказыванием было то, что он завоюет мир. Под каким номером там были ID? Седьмой. Привет, прикольный сайт, куча багов, что с ними делать? Большой блок компетенций брал на себя брат Павла Николай. ВКонтакте – это копипаст Фейсбука. Одноклассники – просто было такое хобби. Твоя первая любовь, где она сейчас? На какие деньги создаются первые ВКонтакте? Петербуржские, околомафиозные. Вот тот вот кабинет с самым лучшим видом – кабинет Павла Дурова. Ребята могли себе позволить с премией даже квартиру себе купить. Алкоголь дичайший вреден, курение вообще от ас. К конфликтам внутри и к серьёзным разногласиям с акционерами ВКонтакте добавляются новые проблемы. Государство обращает серьёзное внимание на интернет. Приходилось ходить на совещание в администрацию президента. Напиши 1 апреля, что возняешься – будет смешная шутка. В какой момент всё это изменилось? Привет, друзья! Вы, наверное, и сами знаете, что Роскомнадзор решил не блокировать Твиттер пока, но продолжит его замедлять до середины мая. Постоянно ходят слухи, что вот-вот начнут блокировать Ютубчик, Фейсбук. И основной посыл тоже понятен – пользуйтесь отечественными соцсетями. В России, как известно, соцсети воспринимаются как национальное достояние, которое должно контролироваться государством. Справедливости ради не только в России. В Америке они примерно так же воспринимаются. Но мы про нас говорим. Мы, конечно, все знаем, что ВКонтакте часто уличают и обвиняют в слишком тотальном сотрудничестве со спецслужбами. Никого уже не удивляет, что за пост и даже за репост ВКонтакте можно отправиться в тюрьму. Короче, страница в соцсети перестала в современном мире быть частным делом пользователя. При том, что не так давно российские соцсети находились, кажется, в другом измерении. Например, тот же ВКонтакте был одним из координационных центров во время протестов на Болотной десять лет назад. В какой момент всё это изменилось? Как, кто и на каких принципах создавал ВКонтакте и Одноклассники? Какие были у этих людей надежды? И как далеко от них то, что получилось в итоге? Почему создатели соцсетей передали контроль за ними в руки государству, заключив многомиллионные сделки? Для того, чтобы во всём этом разобраться, мы решили вернуться к самому началу – на 30 лет назад. Тут Павел Дуров на неделе как раз опубликовал свою детскую фотку. Он и его старший брат Николай из интеллигентной ленинградской семьи. Правильно? Да, это интеллигентная ленинградская семья. Папа – профессор античник, мама тоже с прекрасным образованием, со знанием нескольких языков. Они не жили вместе и братья Дуровы жили с мамой. Николай и Павел были абсолютно инди-программисты. Они сами что-то писали, но думать идти, получать где-то образование, я думаю, что им в голову не приходило, потому что они всё уже и так понимали лучше, чем в имевшихся местах. В 2001-м Павел Дуров поступает сюда, в Санкт-Петербургский университет. Причём не на физико-математические или мехмат какой-нибудь, как можно было бы подумать в случае с будущим интернет-гуру, а на филологический в это здание. На самом деле ничего странного нет. Он поступил на английский переводческий факультет. Как рассказывают, у него были планы стать переводчиком в какой-нибудь большой, возможно, западной компании, возможно, нефтяной компании даже. Кроме того, в этом ВУЗе преподавал его отец Валерий Семёныч. Я помню, что очень часто мы с Пашей оказывались именно здесь сидели. То есть у него тут была скамеечка, он тут доставал свой знаменитый чемоданчик, а туда извлекал свой знаменитый апельсин. Он сюда приходил с чемоданом, таким кейсом квадратным. И не мог себе позволить питаться часто в столовых или покупать шоколадки. Денег не хватало? Денег не хватало, да. Он из бедной семьи, на самом деле. И извлекал туда апельсин, который он обязательно расчищал. В этот момент времени он должен был обязательно с кем-нибудь общаться. У него были подруги в то время? Подруга у него была, да, девушка. Постоянная? Постоянная. В течение всех лет, наверное, в университете. То есть он был таким активным студентом-лидером, заметным? Он был студентом-лидером, организатором. Никаким не интровертом. Нет, интровертом его точно нельзя было назвать никак. Но в целом интересы Дурова – настоящие его интересы. На тот момент уже далекие, далековатые от словесности. Он увлекается уже интернетом, создаёт интернет-сайты. Среди них – форум sppgu.ru. Там начинают собираться студенты университета разных факультетов. Для каждого факультета свои платформы. Обсуждать свои проблемы, и не только свои. И очень быстро этот форум становится одним из самых крупных в тогдашнем Рунете. Там зарегистрированы около 8 тысяч человек. По тем временам это много. Я был модератором на ветке факультета международных отношений, где я тогда учился. А что в те времена включало в себя работу модератора? Это то, что и сейчас. По большому счёту просто следить, чтобы на форуме было адекватное общение, исключить какие-то взаимные оскорбления, мат. Ценность этого форума была не в каких-то программистских фишках, а в том, что очень умело туда собрали всех, кто что-то интересное вообще обсуждал в одно место. Там все были под никами или под своими именами? Это уже как кто выбрал. Кто как выбрал. В основном, конечно, под никами. Но Павел, соответственно, у него ник был Дуров. Соответственно, тут несложно догадаться. Павел Дуров то ультраправым чуваком выступал, то он представлялся какой-нибудь девушкой, что-нибудь от лица говорил, разжигал всячески. А я слышал, там даже проводился конкурс красоты на этом форуме. Конкурс красоты был не на форуме, а конкурс красоты был в физическом смысле, в физическом плане. Я так понимаю, что конкурс красоты был скорее рекламой самого форума. А, то есть это была такая маркетинговая активность? Типа маркетинговая фишка. Знаете, чего я никогда в своей жизни не делал? Я никогда не играл на музыкальных инструментах. Ни на каких. Ну, в общем, время идет, надо же что-то пробовать. Мне захотелось, ну, хотя бы понять, как это. Поэтому вот это Александра. Привет, Саша. Привет. Саша меня сейчас научит играть на фортепиано. Ну, научит. Научишь? Ну, чтобы научиться, нужно много лет практики. Поэтому сегодня мы с вами начнем с песни «Let it be». Просто попробуем выучить небольшой кусочек. Я очень люблю эту песню. Сейчас я научусь ее играть. Давай, показывай. Значит, смотри. Мы научимся играть припев. Знаешь немножко, где хотя бы расположены ноты? Или хотя бы их последовать? Дорами фасоли си. То есть я знаю только что их семь. Отлично. И мелодия в припеве начинается с ноты си. Мы сейчас с тобой ее найдем. Вот она здесь. Да, отлично. Только теперь нам нужно правильно поставить руку. Давай я покажу на твоей левой руке. Положи свою руку на мои две. Вот, и отдай мне ее полностью. Вот, отлично. От палича. Пусть пальцы смотрят прямо в клавиатуру. Нет, в клавиатуру. Да, расслабь абсолютно руку. Отлично. Да, дальше. Импровизация – это, конечно, хорошо. Но только нам нужно вернуться обратно на правильную ноту. Пара-ра-рам, пара-ра-рам. Тара-ля-ля. Да, почти. Через одну. У меня пальцы закончились. Нет, все, вот этот вот. Пара-рам. Отлично, хорошо. Благодарю вас, Александр. Ну, в общем, короче, еще так раз лет десять, я сыграю, я сыграю, в смысле лет и две. Как мы только что убедились, ошибаться – это нормально. В ошибках и заключается процесс обучения. И особенно важно, чтобы в этот момент рядом с вами был наставник, который поддержит и все объяснит. Яндекс.Практикум – сервис онлайн-образования, в котором верят, что освоить новые навыки можно только с помощью полного погружения в практику, преодолевая собственные ошибки. Найти в себе силы сложно, но чтобы все получилось, команда Яндекс.Практикума будет рядом на протяжении всего вашего пути. Выберите интересное вам направление. Попробуйте. Если не получилось, попробуйте еще раз. Переходите по ссылке в описании, чтобы освоить востребованные навыки и профессии вместе с Яндекс.Практикумом. Я читал, что Дурову предлагали продать его форум в какой-то момент, вот этот студенческий, и он советовался с кругом людей, к мнению которых прислушивался, и вы в этот круг входили. Было такое? Был разговор о том, что ему предлагали продать форум, он не хотел продавать форум. Что вы посоветовали? Там были просто смешные какие-то аргументы. Они ему говорили, ну купишь машину. А он говорил, ну у меня даже прав нет, не знаю, или меня укачивает. Ну то есть что-то такое бытовое, довольно смешное. Ну то есть, видимо, они пытались с ним вести переговоры на языке каких-то материальных ценностей, а ему, ну это не то, что ему было интересно. Павел писал первоначально, он же зарабатывал еще не только тем, что рисовал сайты, он же еще писал публикации в журнал «Следопыт» о разных исторических личностях и тем зарабатывал. Почему Эдисон вместо того, чтобы сконцентрироваться на удачных проектах, с невероятной скоростью бросается от одного изобретения к другому? Павел, он же неоднократный победитель потанинских конкурсов. Стипендию выиграл потанинскую. Да, и там суть этой стипендии в том, что ты должен развивать навыки риторики. И да, у него эти навыки развиты на очень высоком уровне, и поддерживать беседу и вообще беседовать с ним довольно интересно. По его любым высказываниям было то, что он завоюет мир. Просто сидит человек, ест апельсин и говорит, я завоюю мир. Да, этот мир будет моим. Я помню, что на первых лекциях уже тогда начал привлекать большое внимание, потому что он всегда очень любил обсуждать то, что ведется какие-то лекции сейчас проходят. Всегда имел свое мнение относительно этого и очень любил общаться с Ильей Перекопским. Они обычно садились куда-нибудь на задние парты. Илья Перекопский, вы многолетний соратник, сейчас вице-президент Телеграм. Они были такие довольно типичные чуваки. Начало нулевых, петербуржские, с очень хорошим образованием, очень умные. При этом они любили очень масс-культуру. И Дуров очень быстро понял, что нужно делать супер-масс-продукт, иначе никакого роста не будет, иначе вообще ничего не будет. Иначе это будет что-то очень нишевое для немногих, поэтому не хотелось никогда делать. Насмотревшись в «Матрицу», он захотел делать какие-то масштабные штуки. «Матрица» – это мир грез, порождённый компьютером, чтобы спрятать правду». То есть вклад «Матрицы» в становление Дурова не в том, что он решил копировать нео, а в том, что он понял, что надо делать супер-продукт, то есть блокбастинг. Ну, если серьёзно, то я думаю, что он понял, куда всё движется. Всё движется в создании разных цифровых вселенных, в которых будет всё абсолютно своё, начиная от сознания, заканчивая деньгами. И имеет смысл заниматься именно этим. Я скажу честно, моей первой соцсетью была не ВКонтакте. Были «Одноклассники». Я там зарегился в 2007-м, и вся журналистская московская тусовка там зарегилась. Потом уже все стали переходить в Фейсбук. «Одноклассники» в марте 2006-го создает 33-летний айтишник Альберт Попков. До того, как запустить этот ресурс, он работает в крупной британской айти-компании, ICD Publishing она называлась. И другая крупная компания, тоже международная, предлагает Попкову более выгодный контракт. У него там есть пункт о неконкуренции, и он должен выждать полгода, прежде чем перейти на новое место работы. То есть у него образуется свободное время, и он в это время и запускает сайт, домен которого создал ещё за 4 года до этого. И поначалу сама идея, она дублирует англоязычный, ресурс Classmates. Но в итоге эта идея так попёрла, что Попков отказался вообще от работы в корпорациях ради своего стартапа. Была такая тестовая площадка. В какой-то момент ты думаешь, ну давай друга попрошу сделать для него дизайн. Делаешь для него дизайн. В какой-то момент немножко допиливаешь функционал. А в какой-то момент говоришь себе, «Ну, для чего ты это делал? Давай выложим, посмотрим, что будет». Дальше выкладываешь. Естественно, туда приходят примерно три человека. Это ты, твоя жена и твой друг. И следующее – ты покупаешь контекстную рекламу. И вот здесь уже у тебя всё падает, и ты начинаешь уже как-то это всё приводить в рабочее состояние. То есть изначально «Одноклассники» не рождался как именно проект с ТЗ, с каким-то бюджетом, ещё с чем-то. Это просто было такое хобби. На тот момент, ну что было из таких аналогичных сайтов? Был ЖЖ, который фактически такой анонимный. Был социальная сеть «Мой круг», она была более профессиональная. Был «Мой мир», были какие-то форумы. Да, вот то, что тебя играло на такой ностальгической нотке с реальными профайлами, с реальными фотографиями, такого на тот момент не было. И «Одноклассники» вышли с этой идеей. Я до сих пор помню баннеры, которые мы размещали «Твоя первая любовь», где она сейчас. И вот это всё такое ностальгическое. Вот это всё в целом такой виральный эффект создало, что «Одноклассники» начали очень быстро расти. История «Вконтакте» начинается. Это известная история, что встречаются Павел Дуров, Вячеслав Мирилашвили, его давний школьный товарищ, у которого очень богатый дед и родители. И Лев Левиев, тоже его знакомый, бизнесмен на тот момент. И как раз Левиев рассказывает, что они с Мирилашвили показали дуровый фейсбук, которого он ещё не видел. Идея создавать «Фейсбук России» пришла только в Питере, когда мы переехали оба туда. И это случилось, когда мой партнёр Вячеслав встретился с Павлом. Слава пришла в голову идею, он сказал, что ты в курсе такого проекта, как «Фейсбук». Показал его Павлу, Павел не был в курсе. И дальше вот история. Я думаю, что Дуров просто увидел классное воплощение того, чего он хотел. То есть ВКонтакте – это копипаст Фейсбука? Ну, он посмотрел, как это сделано в Фейсбуке. И адаптировал это к российским реалиям, заменив цвета, заменив некоторые механики и полностью сначала написав движок. И вообще всё. Но это не он, а Николай ему подсказал, как это начать делать. Затем Николай сам присоединился. Совершенно точно всем известно, что большой блок компетенций в рамках ВКонтакте и технической базы брал на себя брат Павла Николай. Многие люди говорят о том, что он гений, и вероятность, нет смысла с ними спорить. И фактически он взял на себя задачу по созданию архитектуры и поддержке этой высоконагрузочной системы. Николай занимался всем тяжеловесным обеспечением того, что необходимо для такой системы крупной. Это от каких-то очень скучных вещей, которые сейчас кажутся скучными, как сервера настроить, так и тем, как продумать вообще, как система будет расти и развиваться под нагрузкой. А Павел – он специалист по всему, что пользователь видит. И он знает, как интерфейс должен чувствоваться. И в этом смысле они прекрасно дополняли друг друга. А чьё название ВКонтакте? Кто это придумал из них? Ну, насколько я знаю, Павел Дуров. А на какие деньги создаётся первый ВКонтакте? Кто инвестор? Ну, вот взяли денег, уж я не помню, под процент или нет, у папы Мирилашвили. Так что можно сказать, что создано на деньги петербуржские, около мафиозные. А у Мирилашвили отец был связан с криминалом петербургским? Если почитать разные хорошие источники, начиная от «Ведомостей», заканчивая компроматом «Ру», где собрано вообще всё, то можно составить себе картину происходившего с семьёй Мирилашвили, с дедом, например, с его похищением, что стало с теми, кто его похитил. Просто бандитский Петербург – часть вторая. Вы на свои деньги первоначально это делали? Да, полностью. И сколько, если считать до момента тестового запуска, когда всё упало, сколько вы потратили на одноклассники? До этого момента я потратил очень мало, потому что программировал я сам, компьютеры у меня были, сколько-то на аренду серверов ушло. Но всё самое интересное началось как раз с этого момента, потому что когда начался взрывной рост, особенно рост с фотографиями, и стоимость дисковых массивов, стоимость трафика, она не успевала за вот этим прогрессом скорости интернета. И здесь, да, здесь пришлось потратить достаточно много. То есть в какой-то момент у меня абсолютно все кредитки были в минусе, и я уже реально думал, что зачем мне всё это надо? Достаточно много – это сколько? Порядок назовите, интересно. Ну, сотни тысяч. Сотни тысяч долларов? Да. Постоянные зрители редакции Ньюз в курсе, что вместе с Альфа-банком мы запустили рубрику «Новости денег», в которой рассказываем интересные новости из мира экономики, бизнеса и собственно денег. Про одну из этих новостей я бы хотел рассказать и здесь, в большом выпуске. Ещё две недели назад Центральный банк России повысил ключевую ставку на четверть процентного пункта до 4,5%. Большинство людей, уверен, не обратили внимания на эту новость, а зря. Ключевая ставка – это процент, под который Центробанк выдаёт кредиты коммерческим банкам. И от этого напрямую зависят ставки по депозитам и кредитам для нас, обычных граждан. То есть чем выше ключевая ставка, тем под больший процент банки принимают вклады и выдают кредиты на те же квартиры, машины и бытовую технику. Похоже, что в ближайшие месяцы ЦБ ещё повысит ставку, а значит банки улучшат предложения по своим вкладам. Но Альфа-банк решил этого не ждать и уже сейчас увеличил максимальную ставку по накопительному Альфа-счёту до 6% годовых. По нынешним временам это действительно очень выгодная ставка, и она начинает действовать с первого месяца. И это хорошая новость, ведь чем больше процент, тем больше вы можете накопить. А ещё, в отличие от традиционных вкладов, накопительный Альфа-счёт можно в любое время пополнить, а ещё снять часть денег или всю сумму полностью без потери процентов. Открыть счёт можно в любом отделении Альфа-банка или по ссылке в описании. Вконтакте вырос не из форума, в том смысле, что он стартовал как новый проект, а форум так и продолжил существование ещё какое-то время. В какой-то мере так, но на самом деле первые там сколько-то сотен пользователей, это пользователи форума. То есть каждый, я не знаю, сколько человек конкретно, но лично в том числе я получил персональное приглашение. Ну не персональное, просто аккаунт Вконтакте был просто для меня создан. Мне попросили прислать имейл, и мне прислали ссылку на мой аккаунт. Всё. Вы под каким номером там были айди? Седьмой. Седьмой человек. Да. Он тогда был закрыт, этот сайт. Первый этап – это был закрытый, закрыта регистрация, соответственно, по приглашениям. Просто друзья присылали ссылки на приглашение, потому что это была очень продвинутая по тем временам технологическая соцсеть. Ну вообще понятие соцсети тогда было в новинку. И, наверное, главной особенностью Вконтакте было то, что они использовали технологию Аякс. Это когда страницы на сайте без перезагрузки, разные элементы подгружаются. Очень всё быстро работало, очень всё легко работало, и было много разных возможностей фотографии прикреплять, можно было сообщения писать. Соответственно, люди быстро поняли, что это интересно, регистрировались, и я тоже пришёл посмотреть. В чём был смысл для людей заходить на ресурс, который вроде бы предполагал общение с теми, кто и так есть в твоей записной книжке, кого ты его видишь сейчас или недавно видел в школе, когда учился? Хороший вопрос. Наверное, эффект новизны, когда что-то новое, всегда хочется попробовать. И плюс ко всему, здорово, ты можешь посмотреть на реального человека. То есть действительно, может быть, переход от ника к реальному имени и фамилии – это тогда что-то было новое для российского интернета вообще, мне кажется. Я, благодаря ВКонтакте и Паше познакомился со своей женой. Вернее, даже не познакомился, а с семьей у нас таким образом сложилось. Потому что я начал писать своей будущей жене именно ВКонтакте. Вы там познакомились? Мы там познакомились. Она тоже студентка филфака. Мы познакомились здесь, но общались там. Для того, чтобы избежать различных перетолков и пересуд, и всё сложилось. А, то есть вы скрывали свои чувства? Ну, естественно, да. И вы с тех пор вместе? Мы с тех пор вместе, да. ВКонтакте набирает миллион пользователей. Всего за несколько месяцев, но он же поначалу никак не монетизируется. Но он очень долго не монетизировался. Несколько лет не монетизировался, и только потом со скрипом Дуров включил рекламу. Почему Дуров так противился идее монетизации? Потому что для успеха цифрового продукта даже в то время было важно отсутствие всего лишнего. Для успеха необходимо было, чтобы всё летало, чтобы всё быстро работало, чтобы ты зашёл и быстро понял, что тут делать. Вот твои фоточки, вот твои сообщения, вот твой профиль. Если бы висела какая-то реклама, всё это бы отталкивало пользователя. Я уж не говорю о том, что всё это повышало время загрузки страницы. Поэтому Павел Дуров, естественно, хотел зарабатывать на этом деньги и думал про монетизацию, про рекламу, но просто не сначала. Одноклассники изначально себя позиционировали как коммерческий проект, и я убеждён, что это был очень правильный шаг, потому что в конечном итоге это даёт прозрачность и понимание того, что проект создан для того, чтобы зарабатывать и в свою очередь вкладывать в своё развитие. Какой был основной источник дохода? На первых порах реклама, безусловно. Но рекламы было не так много, очень тяжело её было поначалу продавать, потому что похожих проектов на то время не было. Когда вы услышали про появление ВКонтакте, вы отнеслись к этому всерьёз? Да, конечно. Я хорошо помню этот день, я по каким-то делам был в Питере. Если в Москве, в интернет-кафе, в которых я очень много времени проводил в то время, везде абсолютно на всех экранах были одноклассники, то в Питере первое, что бросилось в глаза, был на всех экранах ВКонтакте. И я, как такой одинокий этот, сидел с одноклассниками, ставил апдейт, накатал на серверах. Вы увидели и сразу поняли, что это конкурент? Что вы почувствовали? Ну, это, с одной стороны, конкурент, с одной стороны, на то время мы были в одной упряжке. То есть, по сути, мы друг к другу где-то там… Получалось так, что мы создавали этот рынок социальных сетей, и аудитория, которая приходила ВКонтакте, она потом всё равно, большая её часть шла в Одноклассники и наоборот. А вы, кстати, регистрировались в Одноклассниках тогда? Нет. Нет, я даже не знал о его существовании. Я потом уже постфактум зашёл посмотреть, ужаснулся и закрыл. Почему ужаснулись, очень интересно? Ну, он какой-то корявенький был в то время. Я не знаю, как сейчас. У него действительно была такая репутация соцсети для родителей, что ли, скорее, чем для молодых людей. Одноклассники тормозили, ВКонтакте нет. Это тоже был такой опыт. Ну и, пожалуй, следующее. Я, собственно говоря, зарегистрировавшись на ВКонтакте, есть система ID для каждого пользователя. Ну и, собственно, посчитал, что через 10 февраля, либо через три дня, 13 февраля, кому-то выпадет ID с номером «5 семёрок». Ну, просто рассчитал нужный момент и сидя вечером на день рождения у брата, нажал кнопочку «Зарегистрироваться» и получил себе. И вы стали 777777? Ну, я тогда эту штуку зарегистрировал. Вы сказали, что обнаружили несколько багов сразу. Ну, собственно, там были какие-то баги, в первую очередь с приватностью. Вы спросили Николая, кому отправлять, кому репортить эти баги, и он вас направил к Павлу. В принципе, я ему написал, сказал, привет, прикольный сайт, ну, куча багов, что с ними делать? Он говорит, ну, можешь написать мне, по-моему, он написал как-то так, но, в принципе, можешь проще сразу Паше писать. Тогда ещё можно было написать ему личное сообщение, когда ещё было совсем мало пользователей, и какая-то у меня фича не работала, или я не понял, как она работала. Соответственно, ещё можно было с ним поговорить, он отвечал даже на сообщения. То есть он вам сам ответил вместо службы поддержки? Да, тогда ещё не было службы поддержки, она появилась парой лет позже. Наверное, июнь или июль, это был того же седьмого года. Я игрался, выяснил с помощью каких-то кнопочек, типа «добавить, удалить друзей», можно уменьшать счётчик друзей, и сделал себе минус 20 друзей. И Николай мне написал, что не хочешь ли ты прийти в гости, заодно расскажешь, откуда у тебя минус 20 друзей. И вот с 1 декабря пришёл уже работать. Какая там была иерархия, когда вы пришли? Был Павел и Николай, а дальше? На самом деле, это была очень маленькая команда. Там была некая бюрократическая часть, на тот момент уже был исполнительным директором Лев Левиев, он же был основателем, владельцем. Был уже финансовым директором, или кем-то, наверное, финансовым директором был Игорь Перегопский, был Николай, который занимался серверами, и было ещё, по-моему, два разработчика. Вот это, кстати, интересно, что ещё в начале 2000-х ВКонтакте работает по ковидному, то есть большинство людей на удалёнке. Когда нужно собраться программистам, они собираются на квартире у Дуровых. Просто обычная панелька, не знаю, 9-14 этажей на Камышовой улице в Приморском районе. Оттуда всё и началось? Ну, в принципе, да. Там Павел начал разрабатывать, а дальше уже всё потихонечку развивалось. А где висел в туалете портрет Ходорковского? Это у них ещё дома на старой квартире. Действительно, прям портрет Ходорковского? Ну, да. В конце 2006 года Альберт начал строить команду разработчиков, начал активно нанимать разработчиков. Наняли, мне кажется, около пяти человек. И плюс ещё бухгалтера, который занимался как раз оформлением договоров и оформлением организации. И, насколько я помню, мне кажется, у меня даже был контракт номер один в Одноклассниках. Я была официально оформленным в Одноклассниках человеком номер один. Это правда, что вы сидели в кофе-хаусе в первое время? В кофе-хаусе, да. Мы сидели в Смоленском пассаже. Это было очень круто. Это был такой дух стартапа. И мы все понимали, что это круто работать, не из офиса. А где был ваш первый офис? Первый офис, собственно, постоянный, был на Дербеневской набережной. И нам пришлось снимать офис на этапе его строительства. Мы туда первые заехали в этом здании и буквально через рабочую пыль ходили и уже что-то пытались делать. Это интересная работа, когда тебе не жалко работать с утра до вечера. Я в 10 часов утра ложился спать, в 6 часов вечера просыпался. Я вставался позже-позже, и вот так вот она сдвинулась. Потому что минимальная нагрузка была ночью, и администрировать все сервера было проще. Все время была какая-то работа, которую надо делать ночью и пик в районе 5 утра. Плюс еще заодно борешься со спамом, и все это растягивается, и уходишь доделать. А в декабре в Петербурге солнца очень мало. И в общем я в какой-то момент осознал, что я вообще не вижу белого света, потому что когда хоть как-то солнышко у нас, точнее, хоть как на улице светло, я сплю. А правда, что в ВКонтакте работали по-эпловски? Да, абсолютно. Что это значит? По-эпловски это значит, что все управляют дизайнеры, а не инженеры. Это в первую очередь. Во-вторых, все управляют дизайнеры, а не бизнесмены. Что это означает? Что вы думаете о том, кто ваш пользователь, почему он должен из всего шума во вселенной обратить внимание на ваш продукт. Даже если он ему нужен, то есть почему этот продукт должен не просто существовать и выполнять утилитарную функцию, а почему хочется к нему возвращаться, им гордиться и чтобы тебя потом обзывали, что ты фанат и вот это все. Чтобы было ощущение большой причастности. Я помню, что одной из самых крутых фич, когда она появилась, была возможность граффити рисовать у себя на стиле ВКонтакте. И я слышал, что вы в здоровом чуть ли не за одну ночь запилили эту функцию. Да, это был очень приятный анекдот. Я тогда в тот вечер еще сделал паузу, пошел купил котенка. Часов в семь вечера мы сели не вместе, мы были онлайн. И он говорит, как там сделать граффити, чтобы можно было рисовать. Я говорю, что у меня были какие-то наработки, я могу достаточно быстро все соединить и сделать готовый интерфейс. В семь вечера мы начинаем это делать. Где-то в десять вечера мне нужно было уйти купить котенка. Я возвращаюсь где-то в одиннадцать вечера, и мы продолжаем. И вот к семи утра мы говорим, что да, пойдем включим. Причем такие фичи выкатываются на части аудитории, чтобы сразу не обрушить, если вдруг какие-то проблемы, чтобы только часть людей увидела, что что-то не работает. И мы постепенно выкатываем, видим, что люди уже начинают что-то постить. И у нас просто идут десятки, потом сотни картинок, которые они заливают. Это неимоверный кайф. ВКонтакте довольно быстро обгоняет одноклассников по числу пользователей. Почему это происходит? Разные причины. Одноклассники начали бороться с нелегальным контентом. Очень быстро начали всевозможные оскорбительные вещи пытаться как-то с ними порнографию. очень быстро прижали. То есть вот это все с одной стороны шло во благо, с другой стороны убивало вот это ощущение свободы. И более молодая аудитория, конечно, предпочитала ВКонтакте, в том числе и из-за этого. Тогда вообще была интересная идеология, она была не только в России, не только ВКонтакте, про то, что в целом мир не очень правильно устроен по части авторских прав и вообще работы с информацией. В интернете информация должна быть свободной. Были такие взгляды, они были очень популярны. Было такой пират-бэй знаменитый. Да. И считалось, что пиратство – это круто. Сейчас мир поменялся. Сейчас законодательная справедливость восторжествовала, и пиратство – это плохо, и все работают лицензионно и в открытую. Но в те времена как минимум лицензионно работать было вообще невозможно, потому что все правообладатели с видеоконтентом продавали свой видеоконтент на дисках и вообще знать ничего не хотели про интернет. И ни с кем договариваться тоже не хотели. И считали всех своими врагами. Принцип Павла Дурова совпадает с его целями. Если цель его была набрать кучу большую аудиторию, то он довольно ярко высказывался на тему того, что он либертарианец, что контент не должен быть закрыт, что правообладатели – это новые работорговцы. Ну и все в таком роде. То есть на самом деле картина такая, как минимум, двусмысленная. То есть чувак максимально декларирует свободу, свободный обмен информацией, никаких барьеров, никаких авторских прав. Но делает он это не потому, что он левак за все эти общедоступные ценности для всех, а потому что это у него бизнес-модель. Так получается? Да, но в этом просто нет никакого противоречия, потому что люди, которые топят за либертарианский извод капитализма, они так и мыслят, что свобода, а дальше выживет сильнейший. Я не знаю, честно говоря, я никогда не задумывался, как себе монетизацию и развитие представлял Дуров, но так или иначе и тот, и другой проект пришли к инвестиционным деньгам. В 2005-м Юрий Милльнер, он уже на тот момент известен в Рунете как крупный инвестор, как совладелец компании Mail.ru, она еще не такая глобальная. Милльнер создает фонд DST Global для инвестиций в новые интернет-проекты. В 2007-м он замечает две растущие социальные сети, обращает на них внимание и покупает доли сразу в обеих. Здесь вдохновение пришло с запада. На тот момент уже существовал MySpace и довольно активно развивался Facebook. И, конечно, мы стали искать, есть ли что-то похожее в российском сегменте и обнаружили, что есть не просто одна, а даже две компании, одноклассники ВКонтакте. Я думаю, что Миллер очень быстро понял, что социальные сети – это новые медиа. Просто многие это поняли достаточно поздно, а он это осознал довольно рано. И в этом его талант. ДСТ и непосредственно Юрий Милльнер со своим партнером оценили одноклассники в разы больше, чем любое другое предложение. И просто на тот момент глупо было от него отказываться. Что это была как раз дорога к взрывному росту. А потом вы узнали, что он точно так же приходил к Дурову ВКонтакте? Да, конечно. Но Юрий абсолютно не скрывал, он рассказывал. То есть он скорее в том числе располагал к себе тем, что он показывал и сразу рассказывал свою долгосрочную стратегию, зачем ему это надо. Когда пришёл Милльнер и произвёл неизгладимое впечатление на чуваков, которые только что закончили универ, и вдруг к ним приходит такой суперфрендли, супервальяжный человек, который с ними разговаривает не так, как разговаривают все остальные инвесторы, который говорит, что у нас контракт займёт два листочка. Я не буду вмешиваться никак в то, что вы делаете. В продуктовую часть, естественно. То есть Милльнер фактически пришёл как настоящий статусный западного типа инвестор к ним? Ну, даже не статусный, а просто как инвестор не курильщик, а здорового человека. Тогда инвесторы вообще не умели разговаривать со стартаперами, они как-то или свысока, или с превосходством, или сразу же начинали их бешено спрашивать про финансовые модели. А здесь перед ними сидели предприниматели совершенно нового типа, не про какие-то модели, а про то, что набрать очень-очень много пользователей, и уже потом с ними что-то делать. И Милльнер сразу всё это понял, и его майнсет совпал с Дуровским, и они, конечно, друг другу понравились. Ну и вот так и заключили сделку. А какой процент акции и за сколько, если ты помнишь, Милльнер, вернее ДСТ, покупает у одноклассников? Ну вот у нас есть цифра 28,5% за 17,1 миллионов долларов. Ну это похоже, то есть действительно речь шла о 30% одноклассников, но там сделка была структурирована сложнее, потому что покупалась доля не основателя изначально, одноклассников Альберта Пакова, а доля компании Forticom, это такой эстонский холдинг, который занимался, по-моему, мобильным контентом, чем-то таким в странах Прибалтики. Но они тоже делали типа соцсетей, насколько известно. Да-да-да, то есть им принадлежало 30% одноклассников, которые они, собственно, и продали. То есть они продали долю в себе, владея долей в одноклассниках. Вот так. А остальные доли принадлежали Альберту Попкову и его жене. И, насколько я знаю, ДСТ постепенно эти доли выкупал. Что известно о сделке с ВКонтакте? Насколько я знаю, была серия сделок. В целом ДСТ стал владельцем около 25%. 24,9%, по-моему, процентов ВКонтакте первой сделки. И эта доля была выкуплена у всех партнёров. Кто владел ВКонтакте изначально? Не только Павел Дуров. У Павла Дурова была не очень большая доля. По-моему, около 20% на старте. Потом она размылась постепенно до 12. До 12, да. Вообще Левиев давал официальное интервью на эту тему. И он там прямо говорит, что Миллер изначально оценил ВКонтакте в 30 миллионов долларов. Но в итоге они договорились на 50 миллионов. 50 миллионов – это не то, что они получили. Это общая оценка всего бизнеса. Соответственно, они получили какую-то сумму, но можно её рассчитать, исходя из этой оценки. Дуров покупает здесь, на Невском, большую квартиру. Она становится первым офисом ВКонтакте. Но настоящий офис, который всегда, видимо, уже будет ассоциироваться с этой компанией, он вот – дом Зингера. 1904 года постройки. Построен для российского филиала, американской компании, производившей швейные машинки. Вот такие, возможно, вы видели. ВКонтакте заезжают сюда в 2010-м и занимают весь шестой, а потом и весь седьмой этаж. И вот тот самый крутой кабинет с самым лучшим видом, вот прям подаркой, его первоначально как раз отводят под кабинет Павла Дурова. Вот тот угловой кабинет, он изначально, видимо, Павел его выбрал себе, но потом он сказал, что ему не нравится, там слишком шумно, ну, одна сторона выходит на канал Грибоедова, другая на Невский, такой очень оживленный угол. И он переехал в другой кабинет, я поставал. Ну, он говорит, хочешь, занимай, ну, я и занял. Вот, где, собственно, там сидел я, ну и, собственно, остальные седмины. Тогда у всех были свои кабинетики, команда была маленькая. Вот, естественно, в кабинетике было окно, соответственно, вот на канал Грибоедова. Это, конечно, был для меня тоже такой своеобразный шок, потому что места, где я до этого работал, обладали, ну, совершенно не такими офисами, не такими условиями. А сколько народу было в офисе? Сложно сказать. Ну, скажем так, до 30 точно. Не могу сказать, ну, немного, в общем, по ощущениям человек 15. А Дуров сидел в каком-то отдельном кабинете? Да, у него был один один кабинет. Он не отличался ничем от остальных кабинетов. Насколько он был доступен для обычных сотрудников? Абсолютно. За исключением моментов, когда он путешествовал. Много путешествовал. То есть были периоды, когда его не было в офисе. Но когда он был в офисе, он был более чем доступен и участвовал во всяких скоплениях, когда народ скапливался около кофемашины, начинал что-то обсуждать. Вот он приходил и тоже с людьми обсуждал. Кем был Дуров с точки зрения его восприятия команды? Гуру, тотем, как он сам говорил, старший товарищ? Ну, вряд ли батя, я думаю. Ну, по-моему, шуточно его называли вождём. Но это был достаточно авторитарный стиль управления. Очень нетипичный и очень при этом эффективный. То есть очень поощрялась хорошая работа с результатом. Очень многие вещи привычные, там, не знаю, соцпакеты, ещё что-то шли совершенно фоном и никого особо не волновали. Неэффективных людей могли увольнять буквально одним днём. И Дуров вдохновлял своим примером, потому что больше всех работал он. Он приходил часов в 10-11 и уходил в полночь. В общем, было на кого равняться. Напомните про Эндуров «Верни стену». Павел, ну, он обладал довольно круто... И обладает до сих пор очень крутым видением продукта. Соответственно, он просто делал то, как ему отзывалось, что будет правильным направлением развития и делал это очень быстро. Соответственно, раз в пару недель очень многие вещи ВКонтакте менялись. И в какой-то момент заменили то, что тогда называлось «стеной». То есть профиль пользователя и какой-то там список его последних сообщений заменили на то, что тогда называлось «микроблок». И то, что сейчас нам всем известно, как «лента новостей». Тогда это была новая штука и людям было очень непривычно, потому что они раньше заходили во ВКонтакте и видели свой профиль и свои сообщения. А теперь они заходили во ВКонтакте и видели чужие сообщения. И это такой сдвиг парадигмы, который тогда люди воспринимали очень неудобным. Действительно ли была история с корпоративами без алкоголя? Абсолютно да, конечно. Это была принципиальная позиция Павла, и это было то, чем он привлекал людей. Если все остальные компании были устроены достаточно классически, то Павел постоянно вбрасывал какие-то вещи, которые людей со схожим менталитетом привлекали. И, соответственно, это был способ в общем-то найма людей. Одна из таких вещей была видение продукта, быстрое развитие, а другая была отказ от алкоголя и всяких разных вещей вредных. У нас был в офисе апельсиновый сок, это тоже была какая-то местная фишка. Вместо алкоголя у нас был корпоратив без алкоголя. Просто у Павла есть такое полумедицинское, полурелигиозное соображение, что алкоголь дичайше вреден. Курение вообще от АСС. И поэтому, да, они там довольно строго это правило соблюдали. Я, когда попал в офис ВКонтакте, я много времени посвятил тому, чтобы найти тайную комнату, где стоит кальян, дымится гашиш, валяются шприцы и бутылки. Но я, к сожалению, не нашел. У нас всю жизнь, сколько я помню, были разные мероприятия совместные, тимбилдинги. Мы ездили играть в пинтбол, мы ездили в какие-то походы. Каждую пятницу мы собирались, шли в бар, отмечали дни рождения. То есть это была такая большая семья. И вот даже сейчас, я думаю, после «Одноклассников» я еще работала, наверное, в пяти компаниях. Но нигде у меня нет столько друзей, сколько я приобрела во время работы в «Одноклассниках». Даже не потому, что так долго, а просто люди, которые подбирались туда, они действительно были очень такими классными. Я могу вспомнить свой опыт соцсетевой, как он начался. Я отлично помню, что я тогда работал на телеке. Вот 2007 год, появляются «Одноклассники». И это очень модно стало, очень быстро, очень модно. Все сидели в «Одноклассниках». Потом я хорошо помню этот момент. Где-то через год, как раз в 2008-м, появляется русскоязычная версия Фейсбука. И вся продвинутая московская либеральная тусовка быстро мигрирует на Фейсбук. Вы понимаете, почему это произошло? Ну да, но как бы на то время не было такой стопроцентной лояльности аудитории. То есть росли разные проекты, и люди выбирали там, где им интереснее, там, где им удобнее. Каждая из социальных сетей заняла свою какую-то нишу. И тогда был как раз момент, когда эти ниши образовывались. Поэтому «Одноклассники» где-то чуть-чуть вырылись вперед, но другие проекты их, в общем-то, догнали. Российские войска в Южной Осетии приступили к выдавливанию грузинских подразделений за зону ответственности миротворческих сил. Примерно в это же время, в 2008 году, начинается такой процесс, который мы называли в своё время большим интересом государства к интернету. То есть 2008 год, война в Грузии, и это вот такие первые истории, связанные с тем, что государство обращает серьёзное внимание на интернет, и государство понимает, что интернет – это медиа, что интернет – это будущий телевизор. Поэтому вполне возможно, ну как бы вхождение Усманова в эту тему, оно объясняется не только какими-то бизнес-задачами, возможно, какими-то политическими задачами, потому что одновременно с этим Усманов вёл переговоры о покупке доли в Яндексе. Также Усманов уже к этому моменту, по-моему, владел коммерсантом и так далее. Но, как мы знаем, это не закончилось российскими активами. Как я уже говорила, Юрий Борисович Мельнер, он очень проницательный и умный человек, и он, как ты знаешь, наверное, одним из первых среди российских инвесторов, просто единственный, начал очень активно инвестировать в американские интернет-компании. Facebook – это, наверное, была такая самая громкая его инвестиция. А что была за история, когда Дуров поехал в Америку и ужинал с Цукербергом? Кто его туда пригласил? Мельнер. И, ну да, они как-то пообщались. И Дуров мне говорил, что он не очень-то впечатлён. Не очень впечатлён? Эта встреча была типа рабочая. То есть это не было там… Павел Дуров мне про неё, про какую-то важную точку никогда не рассказывал. Просто, ну… Больше рассказывал, что они потом классно потусили в Америке. Проехали Майами, ещё куда-то. Мне кажется, что на каких-то первых этапах наверняка инвесторы имели какое-то влияние на операционную деятельность компании. Но, правда, это не всегда плохо на самом деле. Это часто хорошо, потому что очень часто фаундеры не очень понимают про бизнес. То есть они могут сделать прикольный, классный технологический продукт, но как его продвигать, как его монетизировать – это следующая большая история. И не все знают, как это делать. И очень часто инвесторы, которые обладают таким знанием, могут им помочь. Так что это не такая однозначная ситуация, что кто-то вмешивается в бизнес, и это всегда плохо. Вас в сентябре 2008 года на посту президента одноклассников меняет Никита Шерман. Почему это происходит? Произошёл конфликт какой-то? Внутри, да, отчасти был конфликт, отчасти то самое судебное дело, оно не позволяло мне полностью и на сто процентов заниматься одноклассниками. А конфликт между кем и кем произошёл? Можете поделиться? Не могу, к сожалению, рассказывать про вот эту часть истории. А какие основные фичи одноклассников были в 2008-2009? Звёздочка для селебрити? Звёздочка для селебрити – это была, конечно, очень большая штука, но реальная. Это была валюта. Буквально. Люди звонили, приезжали в офис, писали. Любыми способами пытались эту звёздочку получить, потому что она превращала просто анкету в анкету уважаемого… ВИП! Было что-то типа такого ВИП-допуска в какой-то ночной клуб. Потому что я помню на какой-то тусовке в Питере там был Никита Шерман, который вас сменил, и он мне говорит, «Ну вот вы нам какую-то услугу предлагали, а мы вам звёздочку дадим на Одноклассника». И я ему говорю, «А у меня уже есть звёздочка на Одноклассника». Я помню, что это был признак успеха в жизни в какой-то момент. Сайт уже становился очень популярным, чётко шёл по правильной траектории наверх. Поэтому мы говорили о росте, мы говорили о монетизации, и мы говорили о том, как со всем этим работать. При новом генеральном директоре Никите Шермане в октябре 2008-го «Одноклассники» переходят на тотальную монетизацию услуг под предлогом борьбы со спамом. Даже саму активацию учётной записи нужно оплачивать от 28 до 35 рублей в зависимости от оператора связи. На тот момент это примерно один доллар, чуть больше. Потом приходится доплачивать и за большинство других функций. Одна из самых популярных – это оценка фотографий. «Одноклассники» до сих пор единственная соцсеть, где можно оценивать фотографии других пользователей. Так вот, как там появляется, вы, может быть, если не пользуетесь, не знаете, функция оценки «пять с плюсом». Вот за пять не надо платить, а за пять с плюсом надо. Я думаю, что в моменте это был такой большой удар по репутации, потому что люди нормально относятся к тому, что им показывают рекламу, но они могут бесплатно пользоваться сервисом. Особенно в России. В России люди очень долго были не готовы платить вообще за сервисы, за контент. Особенно тогда, в десятые годы. Это очень сильно помогло компании, в том числе и с коммерческой точки зрения, потому что рекламные контракты некоторые начали слетать, а монетизация внутри усиливалась. И это, в общем, одноклассники стали локомотивом монетизации в российском интернете, к примеру, которого потом последовали очень многие. По большому счёту я был таким фронтменом, который из-за того, что сайт становился потихоньку национальным достоянием, здесь приходилось очень много работать и с медиа, и с какими-то коммерческими большими партнёрами, ездить на переговоры, договариваться о каких-то больших рекламных контрактах и даже, я не знаю, ходить на совещания в администрацию президента. Такие вещи. – А что обсуждалось при таких встречах? – Они пытались понять, какие есть боли с этой стороны, со стороны интернет-сообщества. Может быть, какая-то помощь нужна, налоги, бизнес какие-то, вопросы. Ну, понятно, наверное, в том числе какие-то преследовались интересы и с той стороны, чтобы держать руку на пульсе и понимать, с кем, если что, общаться и кому звонить. – С Дуровым встречались? – Нет, с Дуровым никогда не встречался. Я, честно говоря, долго сомневался, что он существует. У нас ходила внутренняя шутка между знакомыми, что существует ли вообще Паша Дуров. Я в какой-то момент у Миллера всё-таки спросил, и он подтвердил, что да, существует. Один раз в году, наверное, в седьмом или восьмом, он выступал на телевидении, у него просил интервью. В итоге эти телевизионщики, я уже не помню, кто это был, они говорили с Дуровым ещё с кем-то, ещё с кем-то, и от Дурова отрезали буквально 30 секунд про интернет-зависимость, или что-то такое. Естественно, ему это не понравилось, и он больше с журналистами особо не общался. И, в принципе, седьмой, восьмой, девятый годы, видимо, и десятый, вообще там были массовые споры, а существует ли реально Дуров, потому что это коммунистическая фигура, и многие были уверены, что это просто некий выдуманный персонаж. Все сомнения относительно реальности Дурова развеялись окончательно в 2012-м. Он в том году пожертвовал миллион долларов проекту «Википедия», появился на публике. И в том же году устроил, наверное, самую знаменитую оффлайновскую пиар-акцию ВКонтакте, по крайней мере, того периода. Все происходит здесь, на шестом этаже дома Зингера. Здесь сейчас переговорная с подходящим названием. 27 мая 2012 года Дуров заходит в этот знаменитый угловой кабинет, там канал Грибоедова, вот так идет Невский, подходит к этому прекрасному окну под аркой, которую вы видели снаружи, открывает вот эту створку и начинает бросать на гуляющий праздничный Невский бумажные самолётики. Только они сложены не из бумаги, а из пятитысячных купюр. Вот интересно, как работает пиар и человеческая память. Ребята годами создавали крутейший продукт в онлайне. Потом Дуров устраивает одну оффлайн-акцию с самолётиками, и это запоминает чуть ли не как главный, ну хорошо, не главный, один из важнейших таких эпизодов в истории ВКонтакте. Хотя, конечно, он никаким специально продуманным не был и, наверное, особо глубокого смысла не имел. Скорее всего, просто такой под настроение пришелся. С другой стороны, конечно, Дуров всегда выстраивал историю про предпринимательство нового типа, про айтишников, максимально не похожих на российских бизнесменов из 90-х. Но согласитесь, бросаться деньгами в буквальном смысле это как раз похоже на всех российских бизнесменов, даже на дореволюционных купцов это похоже. И надо сказать, что больше в публичном поле Дуров так не прокалывался. А как платили ВК сотрудникам? Вот вы сколько зарабатывали? Ну, я по этическим причинам называть зарплату не буду, но платили абсолютно нормально по рынку и очень сильно награждали за какие-то стахановские прорывы. То есть те, кто справлялся работать больше, сильно больше результата, который от них ожидался, по слухам ребята могли себе позволить с премией даже квартиру себе купить. А так бывали и такие люди, да. Но это особо выдающиеся разработчики. Я был достаточно обычным разработчиком. Соответственно, у меня была просто обычная рыночная ставка. Внутри компании я точно знаю, что зарплаты были хорошие на тот момент. Ну, для меня это был порядок 200 тысяч для девочки, которая совершенно без опыта и вообще… То есть мне сколько было? 20 лет мне было на тот момент. Я только-только вообще еще в институте училась. То есть для меня это были какие-то колоссальные деньги. Я уверена, что людям более опытным, техническим директорам и разработчикам платили прилично. Почему в 2010-м вы окончательно выходите из числа совладельцев, одноклассников? Потому что со временем я понял, что я уже никак не участвую и не управляю проектом. И, наверное, на тот момент в проекте стали происходить другие изменения. В частности, его как бы внедрение его, собственно, в систему Майору. И я понял, что, наверное, мой выход развязывает определенные узлы и упрощает всем задачу. В апреле 2010-го фонд ДСТ покупает сперва 14% одноклассников за 16 миллионов 600 тысяч долларов. А чтобы получить полный контроль над ресурсом, выкупает 25% у других акционеров. Таким образом, к концу лета 2010-го одноклассники становятся собственностью компании Digital Sky Technologies, а потом Юрий Мильнер делает следующий неожиданный ход. В том же 2010-м он объединяет все свои русские компании на базе ДСТ и в ноябре выводит их на лондонскую фондовую биржу под именем Mail.ru Group. Весь пакет ДСТ становится собственностью Mail.ru Group, а Мильнер – главой совета директоров этой компании. Я думаю, что в этот момент у него уже были амбиции определенные. Он, конечно, хотел выйти за рамки чисто российского бизнеса, инвестировать в иностранные активы. Он договорился с Усмановым, и это означало, что у него появился доступ к достаточно большим деньгам, и, возможно, деньгам не только Усманова. Поэтому, конечно, его цель была продать российские активы и больше этим не заниматься. Мы видим, что после 2010-го года Мильнер постепенно отходил от всего российского бизнеса. И, как мы знаем, сейчас он живет в Америке, инвестирует по всему миру, и он такой уже инвестор международного уровня и не имеет к российскому бизнесу никакого отношения. После того, как ВКонтакте 25% стали частью Mail.ru Group, понятно, что компания хотела получить полный контроль, потому что не очень понятно… Mail.ru – это не инвестиционный фонд, в отличие от ДСТ. И не очень понятно, зачем ей владеть небольшой долей в таком проекте. Потому что понятно, что компания хочет на этом зарабатывать, вкладывать какую-то свою собственную экспертизу. То есть она хочет, чтобы это был ее актив. Павел видел скорее продукт как минимально монетизируемый, а Mail, как уже большая публичная компания, которая должна повышать свою капитализацию, видел большую монетизацию. В частности, например, вокруг рекламы. Ну и, наверное, в этом была основная причина разного подхода. По сути, вот то, что называется конфликт, ну это Дмитрий Гришин, глава Mail.ru, в какой-то момент заявил, что они хотели бы в будущем поглотить. Павлу, естественно, было обидно в прессе слышать, что Mail.ru хочет купить ВКонтакте. Ну и он там опубликовал какую-то фотографию. Собственно говоря, фотография, насколько я помню, сделана была на какой-то вечеринке сильно до этого. По сути… С факом, да? Ну да. Просто Цыплухин с чем-то пришел к Дурову, что-то ему показал, он сфотографировал, но и просто случайно фотографию взяли, как-то запостили. Не то, чтобы это было. Так что я бы не сказал, что это был именно какой-то такой конфликт. В любом случае, это был вопрос акционеров. На вас он никак не сказывался, на вашей работе? Этот? Нет. Единственная была история, когда Дуров поссорился с Львовом и Вячеславом. Причин я не знаю. Когда он даже их заблокировал. Да, он удалил их страницы и написал в Твиттере «объявляю аукцион на странице ID.3 и ID.4». После этого понятно, что Лев перестал быть исполнительным директором, но поскольку я с ним особо не пересекался, то на мне это никак не отразилось. Дуров удалил аккаунты своих партнеров, своих бывших друзей из ВКонтакте, узнав, что они мимо него ведут какие-то переговоры о продаже своей доли на тот момент с Mail.ru. И он это просто воспринял как предательство и удалил их аккаунты. Это был такой эмоциональный жест. В 2011-м к конфликтам внутри и к серьёзным разногласиям с акционерами ВКонтакте добавляются новые проблемы. Политические. В декабре проходит неожиданно массовая акция протеста на Болотной площади. И прокуратура требует у Павла Дурова удалить оппозиционные группы ВКонтакте, где координировали действия протестующих в Москве и на питерской акции у Исаакиевского собора. Что делает Дуров? Он публикует в Твиттере фотографию Хаски в наброшенном капюшоне и с высунутым языком и подписывает, что это ответ прокуратуре. ВКонтакте балансировало между тем, чтобы декларировать свои какие-то ценности, потому что Павел Дуров всегда прекрасно понимал, что если он публично придаст декларируемые ценности, то в дальнейшем ни на новые проекты, ни на какие-то ещё по-настоящему масштабные вне России, ему не дадут денег и у него просто будет испорчена его глобальная репутация. Это с одной стороны. А с другой стороны, в 2011 году ещё никто и не думал силовым методами решать с медиа проблемы. Но уже было видно, что как-то сгущается от облака. А ведь ещё до митингов Дуров встречался с Сурковым, и у них выстроились вполне дружелюбные отношения. Ну, вот когда я спрашивал у Дурова про его впечатления от встречи с разными интернет и околополитическими деятелями, там, не знаю, Игорь Ашманов, Антон Носик, Волош, Сурков, вот он про каждого говорил, о, это умный человек, и этот умный человек, и этот тоже умный человек, и этот тоже умный человек, то есть как бы он очень равноудалённо ото всех держался и прекрасно понимал, что какой-то человек из какой-то персоны, ты как бы скажешь, что это, не знаю, мой лучший друг или это наш светоч и идеолог, то через год всё может измениться, и у тебя, наверное, пытается быть пятно, поэтому он очень аккуратно про всех говорил. В целом обстановка вокруг ВКонтакте тогда накалялась. Во-первых, партнёры уже вели переговоры о продаже своей доли, очень активно политическая ситуация накалялась. Действительно, ФСБ приходило, Доров об этом рассказывал публично, и, конечно, всё это не могло не повлиять на ситуацию, вообще на желание, наверное, его как-то избавиться уже в конце концов от этого актива. Был вот этот переходный период, когда Павел был больше заинтересован, намного больше заинтересован в Телеграме, чем в ВК. тогда ещё как-то, с моей точки зрения, ничего сильно не было замен. Он просто как-то так отстранился и почти никак не участвовал в жизни компании, почти никак не общался с командой. Когда ВК заняли почти все офисные помещения здесь, в доме Зингера, в том числе на последнем седьмом этаже, они стали обладателями вот этого знаменитого купола с, наверное, лучшим видом на этот город. Интересная подробность, что начиная с 2012 года Дуров всё больше и больше перефокусировался на Телеграм, но разработка Телеграма сидела здесь же, в доме Зингера, на соседних этажах с ВКонтакте. И понятное дело, что новые владельцы видели в этом конфликт интересов. И даже с одним из новых владельцев будет тяжба по этому поводу, они там заявят права не только на ВКонтакте, но и на Телеграм, ничего у них не выйдет, Дуров Телеграм отстоит. Но ещё довольно долго, до середины десятых годов, уже когда сам Дуров уедет из России, это будет секрет полешинеля, что значительная часть разработчиков по-прежнему работает здесь, в доме Зингера. И только уже во второй половине десятых вся команда переезжает отсюда, в Дубай. Мы заметили, что существующие средства коммуникации были не безопасны, они могут быть легко intercepted и закреплены по-прежнему. И я видел, что некоторые мои друзья у них были проблемы, потому что и я не хотела бы иметь то, что для себя. Поэтому мы начали строить просто аппы для наших собственных использований, которая позволяет нам коммуницировать. Разработка Телеграфа и Телеграма началась в марте, как я потом сопоставил, через несколько дней после того, как Дуров удалил Льва и Вячеслава. Год она велась, а я не знаю, что Лев и Вячеслав в этот год вообще с Дуровым общались, не общались, я не в курсе. Весной 2013 года выяснилось, что Лев и Вячеслав продали свои доли фонду UCB. Ну и там уже как раз началась чуть более нервная обстановка, потому что, во-первых, UCB хотели провести аудит и разобраться в том, где они купили 48% акций. Дуров говорил, что за ними стоит Кремль, Сечин и так далее. Ну они сами нас, по сути, нашли. Кто за ним стоял? Много разных были. Ну это комментировать не хочу, но я не в курсе. То есть мы с тем таким не сталкивались. Это был не единственный фонд, с которым… Все были просечены. Я не в курсе. Точные мотивации мне их неизвестны, но очевидно, что после того, как они продали Mail.ru, они заработали денег. Поэтому я думаю, что это была финансовая инвестиция. Фонд UCB на таком нефтяном рынке достаточно известен. То есть это компания инвестиционная, которую управляет Илья Щербович, занимается различными сделками, связанными с ресурсами и нефтянкой. Илья Щербович сидел на тот момент, сейчас не знаю, в советах директоров Роснефти и Транснефти. Достаточно известный человек. Но на рынке IT и интернета про них никто не знал. То есть это был такой чертик из табакерки, который внезапно и появился, и все немножко офигели. Кто это такие? И что это за люди? Это была действительно удивительная история. И это история начала такого большого корпоративного конфликта, который закончился полным выходом всех партнеров из ВКонтакте и продажей доли в Mail.ru. Они пытались, говоря деловым языком, кошмарить Дурова, в том числе с помощью уголовных дел и всего остального. А уголовное дело было, что якобы он там наехал на полицейского? Ну да, там была видеосъёмка, на которой человек, похожий на Павла Дурова, сидит в автомобиле, потом сматывается. Это кто был? Я спрашиваю, кто это был, потому что в отношении него будет возбуждено уголовное дело, это первое. С улицы Садовая делает левый поворот нарушений требований дорожного знака, не останавливается, показывает мне факт. Это было использовано как инструмент давления на него, и он улетал из России. Но потом мы помним, что Дуров действительно улетал, когда было открыто это дело. Потом дело исчезло, как это у нас часто бывает. Дуров вернулся, но уже он вернулся финализировать сделку по продаже своей доли. Он вернулся уже надолго. Он здесь был, насколько я помню, до начала 2014 года. И очень вовремя, что характерно, свалил, когда началась настоящая заварушка в Украине. В итоге Дуров продаёт свои 12% такому Ивану Таврину? Мы знаем, что Таврин – это человек из команды Усманова. Таврин на тот момент был гендиректором Мегафона, Усманов владел Мегафоном. То есть это промежуточная сделка. Возможно, Дуров не хотел продавать свою долю напрямую Мэйло. Потому что после того, как он показывал фак Мэйло и делал достаточно много публичных выступлений, публично ругался с компанией, возможно, он не хотел напрямую совершать эту сделку. А есть оценки, за сколько Дуров продал свои эти 12%? Да, были оценки, но они очень такие… Разброс довольно широкий – от 200 до 400 миллионов. Но мы можем опираться на ту сумму, за которую Таврин продал Мэйло. Мэйло – публичная компания, и публичная компания должна отчитываться о сделках. И тогда была сумма, если я не ошибаюсь, около 370 миллионов долларов за 12%. К марту 2014 года у Мэйло.ру было 52%, у ЮСП – 48%, у Дурова – 0%, но он был гендиректором. Уход Дурова был предопределён в тот момент, когда его доля в компании составила 12% у него была доля, то есть она стала очень небольшой. То есть ещё очень давно, в самом начале, да. Он в самом начале довольно сильно размылся, а Павел – человек довольно свободолюбивый и не очень любящий, скажем так, какие-то корпоративные условности и вообще максимально видящий себя одного в роли управляющего и максимально принимающего решения. Поэтому, наверное, ещё в тот момент, как мне кажется, просто это было предопределено, потому что доля его оказалась очень небольшой, а в какой-то момент стало очевидно, что эта доля сама по себе, она просто корпоративно не может позволять полностью управлять компанией и делать всё, что он считает правильным. Появляются какие-то акционеры, с ними в любом случае надо что-то согласовывать и так далее. Поэтому, мне кажется, это было предопределено ещё в тот момент. Первый раз он собирался уйти летом 2013 года, второй раз он собирался уйти в марте 2014-го. И он сказал, что хочу уволиться, а я ему говорю, «Слушай, скоро 1 апреля, напиши 1 апреля, что увольняешься, будет смешная шутка». В итоге он сам решил, меня послужил, но 1 апреля он написал, что увольняюсь, хотя на самом деле, судя по прессе, заявление об увольнении он написал 25 или 26 марта. В апреле 2014 года Дуров с командой Телеграм поехал, в турне по тем самым городам, где находились дата-центры, чтобы на месте встретиться. – В Америке? – Это был Амстердам, потом они полетели в Америку. Собственно, Нью-Йорк – хорошая компания, проблемы все эти акционерные где-то далеко в Петербурге. Плюс, на самом деле, как раз весна 2014 года ещё… В феврале была Олимпиада, а потом начались политические события с Украиной, Крымом и прочим, и там тоже были разные публичные выступления. Дуров писал из Америки свои посты в ВКонтакте на этот счёт. Сначала он ругал ЕСЕБИ, потом он начал ругать уже и Усманова, то есть Mail.ru, и как раз мы, когда из Бостона прилетели через Атлантику, долгий перелёт, прилетели в Дубай, кто-то из разработчиков первый включил в роуминге телефон и прочитал новость и говорит, что Павел, тебя уволили. Так мы из новостей все вместе узнали, что Дурова уволили. При Павле появление нового сотрудника в компании это было такое экстраординарное событие, можно сказать. А так как бы потом уже при мейле практически каждую неделю во все рабочие чаты кто-то кого-то добавляет, вот это, вот такой-то, он будет заниматься вот тем-то, поприветствуем. То есть компания стала быстро разрастаться? Компания стала очень быстро разрастаться, и я перестал понимать, в принципе, зачем это надо. В общем, типичная крупная корпорация со всеми вытекающими. Да. Закончился какой-то романтический период развития такого стартапа, как ВКонтакте, когда ВКонтакте был такой колоритный, интересный фаундер, который делал какие-то резкие публичные заявления, очень быстро запускал какие-то фичи, делал что-то интересное. То есть какой-то такой романтично-неформальный период. Понятно, что когда ВКонтакте стала частью большого бизнеса, причем частью публичной компании, уже такого просто не могло происходить. Понятно, что крупная публичная компания должна вести себя строго, прилично, не делать никаких резких движений, никаких интересных высказываний, которые могут быть не так поняты. Уже в 2014 году, после того, как вышла ваша книга, и уже после того, как Дуров продал свою долю, вы написали колонку для «Нью-Йорк Таймс». И там, я обратил внимание, есть отличная цитата в обратном переводе с английского. «Блестящий молодой бизнесмен не вовремя появился». Что это значит? Поясните. Павел Дуров мог бы не оставлять ВКонтакте, а начать Телеграм параллельно. И мог бы продолжать заниматься ВКонтакте вполне и быть его действительно тем самым интернет-тотемом и гарантом свободы обращения информации, гарантом того, что государство не будет тянуть дела по личным данным. Ужасно жаль, что Павел совпал с путинским правлением и будет совпадать ещё долго. Друзья, как обычно, все выводы у нас на канале вы делаете сами. Безусловно, 15-20 лет назад создатели соцсетей были абсолютно правы, когда предполагали, что они делают нечто глобальное и важное. Возможно, они даже не осознавали тогда, насколько это станет важной историей. И, конечно, всегда в подобных случаях тянет порассуждать, как могло бы быть, если бы по-другому сложились внешние обстоятельства. Особенно учитывая, что соцсети теперь во всех странах и особенно в России стали важным политическим инструментом. Но, откровенно говоря, это всё такие разговоры, как говорят в мире разрабов и айтишников, разговоры про мир сферического коня в вакууме. То есть про некий идеальный мир, не имеющий отношения к реальному. Потому что в реальном мире сложилось так, как сложилось. Да, Дуров не живёт в России, не встречается здесь с президентом, не считается образцовым национальным предпринимателем, что, на мой взгляд, было бы круто и интересно. С другой стороны, он вышел из ВК с 300 миллионами долларов. Мы знаем по нашей новейшей истории, что бывают с собственниками компаний намного хуже ситуации, когда они компанию покидают. Самое главное, что я хочу сказать. Несмотря на то, что всё, о чём мы сегодня рассказали, кажется уже делами давно минувших дней, это так кажется только потому, что время очень быстро летит. А на самом деле почти все участники этой истории они все ещё довольно молоды. Дурова, например, всего 36. И это я к чему? Вполне возможно, эти ребята ещё сделают больше, чем они уже сделали. Так что лично для меня это всё равно оптимистическая история. Особенно в дальней исторической перспективе. Это редакция. Комменты, лайки туда. Скоро увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok